Продолжается наш утренний эфир. Статистика рынка красоты для мужчин демонстрирует экспоненциальный рост. Количество мужчин косметических товаров увеличилось более чем на 70% во всем мире в период с 2012 по 2017 год. В 2013 году только прибыль, полученная от мужских средств по уходу за кожей, составила почти 3,5 миллиарда мировой индустрии. Крупнейшим потребителем средств по уходу за кожей для мужчин является Азиатско-Тихоокеанский регион. 65% от мировых продаж. Ну что ж, сегодня о мужской красоте мы поговорим, тем более, что у нас в гостях сегодня такой яркий представитель нашего племени. Да, зовут его Виктор Сую. И для начала, перед тем, как мы с ним побеседуем, давайте посмотрим небольшой короткий сюжет о том, кто же такой Виктор Сую и чем он так выделился из толпы других красивых мужчин. Фотосессии для всемирно известных брендов. Бронза на конкурсе Dubai Man of the World 2016. Более 15 тысяч подписчиков в Инстаграм и работа в модельном агентстве MMG Models в Дубае. И все это один человек. Уроженец Молдовы Виктор Сую. Благодаря Виктору 24 декабря 2016 о Молдове узнали тысячи зрителей соревнования Dubai Man of the World. Тогда уроженец города Фалешты принимал участие в известном конкурсе красоты наравне с 26 участниками и представлял Молдову. Несмотря на высокую конкуренцию, Виктор вошел в тройку победителей и принес Молдове бронзовую медаль. О своей карьере за кулиси конкурса и жизни в Дубае Виктор Сую расскажет сегодня в нашей программе. Ну что ж, Man of the World, сегодня у нас в гостях Виктор Сую. Доброе утро, Виктор. Доброе утро. Во-первых, мы действительно безумно рады, что вы все-таки нашли время, потому что краткосрочный визит в Молдову состоялся, да, и пришли к нам в гости. И, конечно же, хотелось бы начать вот с чего. Как так вообще получилось, да, что обычный молдавский парень родом из Фалешта стал теперь сегодня известен на весь мир? Это все-таки природные данные? Может быть, это какая-то доля везения? Или же это труд? Да. Именно в Дубае. То есть до того момента вы вообще не представляли себе ничего о профессии модели? Ну, не думаю. Абеа после двух лет, мне пришла идея, мне сказали, что делать что-то более другое, идея модели. То есть, у меня остался job-то, который я имею в виду, у меня был в агенции модели, в Дубае. Ну, я не знаю, что-то, что-то, когда я имею в виду, я не знаю, что-то это не знаю, не знаю, я не знаю, нет, 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 нет. То есть вы имели такое некое прикосновение к красоте? Постоянно. Изучая этот рынок в Дубае. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Насколько велика... Дубай вообще, он развивается бешенными темпами. Мы все об этом знаем. Они претендуют сейчас на все рекорды, которые только существуют в мире. Насколько в мире моделинга сегодня, скажем так, сказочная ситуация в Дубае. Насколько конкуренция там велика? Ведь туда стремятся попасть все. Все. В Дубае есть люди, которые приходят из всей страны. Это очень сложно идти в мире моделинга. Дальше. 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 А что конкретно вам удалось рекламировать? Что понравилось? Я не говорю конкретные марки. Например, это были часы, духи, одежда или еще что-то. Медикаменты. Ну да. Здесь я занимаюсь ролью для мужа. Я занимаюсь ролью для мужа. Я занимаюсь ролью для мужа. И дать мне 2-3 копии. О, тоже замечательная, кстати, роль. Играть отца 2-3 детей в замечательной семье. Я думаю, что она у вас обязательно совершится. Хотелось бы уточнить вот что. Говорят, что вы поменялись вообще до этого, то есть до 2010 года вы и не были в Дубае. Потом резко ваша жизнь изменилась. То есть вы оставили все профессии, которыми занимались, да, и скажем так, все дела. И резко стали как бы вот моделью, да. Стало ли больше времени уходить для того, чтобы следить за собой? И насколько вы сами изменились и внутренне и внешне? Что говорят ваши знакомые? Да, я занимаюсь моделью. У последние 2-4 года. У меня много себе с помощью. У lime, они два-три селеписе в том, что у меня есть много семей для меня. У меня много семей для меня, у меня много семей для меня. У них снова посередине я по всей физической области. У него есть много семей. Я получил много меня за ними. И внешне тоже? То есть как бы больше стараетесь усиливать внимание на себя? Вселенной, да. Вosenной в инстерии, да. У меня нет. Скажите пожалуйста, как вам кажется, вот этой профессией, да, можно заниматься всю жизнь? или в какой-то момент нужно все-таки будет остановиться или в какой-то момент заняться еще каким-то делом от конкретного то есть эта профессия на всю жизнь для мужчин как-то это на самом деле немножко по-другому чем для женщин да и же можно заниматься и давай давай я мерзла мультика сингером ты нет персони дипа труси жжен чин зажжен шай зажжен шапки зажжен модели модели да мальмутс умота на спотре публикитаре не сумма кат-walk fashion а у него и орчевырс вина шайздесят семьзе шаптазехи но отличное вам чего хочется хотела с вами заниматься этим долга певитор аж вера мальмут сам уафа себе персона у дата я не студент ла академии дистуты экономики бизнес и администрая фасилию уроск скауту чинева а ж ваа че-ва персонал это не основное такое занятие, все-таки хочется потом еще чем-то заняться. А у вас есть хобби какое-то? Хобби еще чем-то любите заниматься? Хобби, да, в детстве жёг теннис де масса, пинг-понг, теннис де кэмп, бильярд. Ну, в общем, такие, да, спортивные хобби, это здорово. Мне бы хотелось напоследок вот какой совет от вас, Виктор. Тем более, что достаточно долгий срок, 5 лет, да, вы обивали пороги разных агентств. Это долго. Я говорю честно, вот, например, я через год я бы устал. Я бы сказал, наверное, не мое, и перестал бы этим заниматься. Но вы целенаправленно все равно ходили, искали. Пройдя такой путь, на мой взгляд, не самый простой, потому что, когда тебе часто говорят нет, ты начинаешь в себе разочаровываться. Вот что бы сейчас вы посоветовали тем симпатичным мужчинам или парням нашей страны, которые, может быть, также хотят попасть в Дубай, хотят тоже стать там моделью, которую снимают в рекламных роликах, и за что они получают наверняка неплохие деньги. Вот что бы вы посоветовали? Чего им стоит ожидать, и о чём стоит даже не мечтать вообще сразу? Потому что каждый же строит себе в раздушные замки. То есть поменялись? В общем, я понял, нужно быть внимательным. Нужно быть внимательным и терпеливым, дорогие друзья. И всё-таки хотелось бы вот какой вопрос задать. Если абстрагироваться от невозможной, а возможно, что бы хотелось отрекламировать? В какой съёмке отсняться? С кем отсняться? Ролик мечты. Ролик мечты. Может быть, с какой-то актрисой? А может быть, какой-то парфюм? А может быть, это, не знаю, часы? Автомобиль. Может быть, космическую ракету, я не знаю. Да, где мульти вори, в Дубае, в какой-то спорте публичный тарпентру машин, как Toyota, Chevrolet, Honda. Да, здесь все равно гоняем, так аж луа партийм трон. Фильм, для экземпл, как Том Круз, скорее, префературный класс. Супер! Отлично. Ну, не останавливайтесь на достигнутом. Мы желаем вам успеха, и помимо исполнения вот этой карьерной вашей мечты, я лично и думаю, Аня, присоединиться, и наши телезрители присоединятся к тому, чтобы вот та роль, которая была вам отведена, успешного бизнесмена и отца троих детей, чтобы она была у вас в жизни, а не только в рекламном ролике. Мне кажется, это будет очень здорово. Модель, который добился успеха в Дубае, Виктор Суя сегодня этим утром был у нас в гостях. Мы благодарим его за это интервью. Пошел в тройку самых красивых и самых лучших. Это важно. Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы движемся дальше. Да, мы движемся дальше. Просыпайтесь вместе с нами. Утро продолжается, и после короткой рекламной паузы мы встретимся с вами снова.